Такие сувениры, как куклы-мотанки, отличное решение, если хочется преподнести оригинальный подарок со смыслом. Над этими шедеврами рукоделия с большим энтузиазмом трудятся воспитанники Дывинского детского дома. Среди них, как ни странно, не только девочки. Мальчикам тоже интересен этот вид творчества. Парочка ловких движений и из кусочка льняной ткани появляются необычные куклы. Неразлучники, которые, по старому поверю, защищают союз молодой пары. Куклы-невесты способны уберечь девушек от сглаза, богач, желанница и другие. Результат своего творчества ребята, занимающиеся в кружке «Умелые ручки», представляют на конкурсе не впервые. Однако признаются каждый раз с особым волнением. Мы делаем всякие куклы и ангелочки. Мы занимаемся разными поделками и превращаем ненужные старые вещи в нужные. Как давно ты занимаешься в этом кружке? Я уже два года. Таких творческих уголков было представлено множество в зональных смотрах областного фестиваля «Веселковый караход». В этом году приняли участие более 500 ребят из 33 учреждений. Детских домов, школ, интернатов, Копринской детской деревни, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Самые необычные направления – креативные декораторские решения. Творческий подход – оторвать глаз от некоторых работ было крайне сложно. А еще с трудом верилось, что все они – результат кропотливого труда и безграничной фантазии. Ребят от 3 до 18 лет. Оценить такое великолепие было непросто. По общему мнению судей, уровень подготовки в этом году на порядок вырос. Вреская область всегда отличалась очень качественной подготовкой фестиваля. Начиная от оформления выставки и заканчивая очень хорошим галоконцертом, я уверена, что и сегодня будет такой же, как и в предыдущие разы, очень высоким уровнем подготовки. На сцене галоконцерта выступили порядка 250 детей. Талантливые, музыкальные, артистичные ребята показали себя с разных сторон, не оставив никакого сомнения в том, что они – люди творческие, обладающие большим потенциалом. Областной этап республиканского фестиваля «Веселковый карагод» стал хорошим шансом для детей, оставшихся без попечения родителей, детей с особенностями психофизического развития и инвалидов, громко заявить о себе, обратить на себя внимание, приобщиться к творчеству и пообщаться со своими сверстниками. То, с каким масштабом отборочный тур прошел в городе над Богом, красноречиво свидетельствует о перспективе фестиваля развиваться еще динамичнее и открывать новые горизонты. Аудитория этого фестиваля, этого движения колоссальна. Это тысячи детей, которые получили возможность наравне со всеми выйти на сцену, продемонстрировать себя, зарекомендовать себя. Это своего рода такая путевка в нормальную, творческую, успешную жизнь. А ситуация успеха она всегда окрыляет.